У меня дома хранится много фотографий, которые были сделаны еще в прошлом веке. Некоторые из них выглядят до сих пор безупречно, но многие из них уже давно потеряли свой первоначальный вид. Одни фотокарточки выцвели, у вторых потрепались края, а на третьих появились перегибы, пятна и даже разрывы. Ситуация удручает. Но семейную историю еще можно спасти. Меня зовут Женя и в этом видео я расскажу, как восстановить старые фотографии. Для начала нужно оцифровать фотографии. Лучше воспользоваться сканером. Уделите особое внимание внешнему виду фотографий. Если углы где-то согнуты, расправьте их. Если фотография порвана, то правильно соедините половинки. Также разложите аккуратно фотографии на рабочей поверхности, оставляя между ними небольшой просвет. Если фотографий очень много, не пытайтесь отсканировать все и сразу. Даже черно-белые фотографии лучше сканировать в цвете, так результат будет намного лучше. Снимок рекомендуется сканировать с разрешением не менее 600 dpi. Маленькие снимки можно сканировать с разрешением 1200 dpi, а большие фотографии лучше сканировать с разрешением не менее 300 dpi. Формат для сохранения лучше выбрать TIFF, PNG или JPEG. Для удобства сохраните все снимки в одну папку, так будет проще переключаться между ними в процессе работы. Если сканера нет, то просто сфотографируйте нужные кадры. Лучше, конечно, воспользоваться фотоаппаратом, но камера телефона тоже подойдет. Вот вам 5 полезных советов, которые упростят вам жизнь. Первый совет. Настоятельно рекомендую снимать без вспышки, в противном случае на фото могут появиться блики. Второй совет. Если фотопумага глянцевая, то постарайтесь избежать попадания на нее прямого света. Из-за него на изображении могут появиться засветы. Третий совет. Между искусственным и естественным освещением отдайте предпочтение второму. Фото можно положить на подоконник, только при съемке следите, чтобы на фотографию не попадала ваша тень. Четвертый совет. Камеру при съемке стоит закрепить на штативе или моноподе. Так вы гарантированно получите четкое изображение. Пятый совет. Используйте режим серийной съемки. Не жалейте места на карте памяти. Чем больше вы сделаете снимков, тем выше вероятность получить удачный кадр. Когда фото будут оцифрованы, вы сможете перейти к обработке. Я буду восстанавливать снимки в программе Фотомастер. Скачать ее можно по ссылке под этим видео. Там же можно подписаться на наш канал, так вы точно не пропустите новые видео. Откройте фотографию в программе. Я не так положила фото в сканер, поэтому оно оказалось перевернуто. Исправим это. Перейдем в раздел инструменты и выберем пункт кадрирования. Перевернем фото на 90 градусов по часовой стрелке. Теперь обрежем белое пространство и потрепавшуюся кромку. Установим новые границы с помощью рамки. Обрезаем фото вдумчиво. Например, если полностью отказаться от потрепанных краев на этом фото, то девочка сбоку тоже будет обрезана. Этого делать, конечно же, не стоит. Лучше все-таки попробовать восстановить отсутствующую часть. Поэтому нажимаем применить и переходим к следующему шагу. В разделе ретушь выбираем штамп. Этот инструмент поможет восстановить отсутствующий фрагмент. Настраиваем кисть. Зажимаем левую кнопку мышцы и проводим штампом по месту, которое хотим восстановить. Поверх фото появятся два контейнера, которые свободно можно передвигать по фото. Перетащим тот, от которого идет стрелочка, вместо с нормальным фоном. Повторяем действие до тех пор, пока отсутствующая часть изображения не будет полностью восстановлена. Также с помощью штампа можно удалить ненужные элементы на фотографии. Например, следы от перегибов, пятна, трещины и прочие дефекты. Принцип работы тот же. Сначала настраиваем размер кисти. В большинстве случаев она должна быть чуть больше области, которую надо замаскировать. Зажимаем левую кнопку мышцы и проводим штампом по месту, которое хотим восстановить. Дефекты удалены, но работа на этом не заканчивается. Невооруженным глазом видно, что фото не хватает четкости. Исправить это можно в разделе «Улучшения». Потяните ползунок на шкале «Четкость» в правую сторону. Если фото все равно кажется размытым, то продолжите работу во вкладке «Резкость». Настройте силу. Не перестарайтесь, так как на фото могут появиться артефакты. Убрать их можно за счет коррекции параметра «Порог». Так намного лучше. Дополнительно во вкладке «Основные» можно отладить контраст, засветки, тени и другие параметры. Обработанную фотографию вы можете сохранить на компьютере или сразу распечатать. К слову, в Фотомастере можно не только восстановить старое фото, но и оцифровать фотопленку. Смотрите этот урок, чтобы узнать подробнее. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы вовремя узнавать о выходе видеоуроков. Пока-пока!